МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Теперь только с хозяевами. Сама выгул домашних животных запретила Госдума. Серебряный возраст, гордость России. Более 200 ветеранов Сарова смогли бесплатно сдать анализы и получить консультации профильных врачей. Ловкость, сила, оперативность. В Сарове прошли всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Подробности далее. Самовыгул домашних животных запретили. Закон об этом приняла Госдума. Без присмотра хозяев питомцы теперь не могут перемещаться по проезжей части, в лифтах и во дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках. Самовыгул, согласно закону, возможен только в специальных местах, одобренных органами местного самоуправления. На улице отпускают собак самых разных пород, и зачастую животные остаются предоставлены сами себе. Эту очаровательную малышку любят многие жители дома на Мозруково-21 и ласково называют Рыжулией. Познакомились они с ней давно. Собака находится на самовыгуле. Целыми сутками она может кружить по двору, лаять, чтобы ее пустили в подъезд, и также сидеть часами у квартиры, в которую ее не пускают. Скорее всего, ей хочется пить и есть. И когда ее пустят домой, неизвестно. Такие случаи в нашем городе не редкость, признается депутат Дмитрий Авдеев. Невозможно предугадать, как поведет себя животное, встретив прохожего. Также зачастую питомцы прибиваются к бездомным животным, поскольку свободного времени на улице у них остается много. Вот только отследить, кто именно нарушает закон и чей питомец блуждает на улице, сейчас непросто. Существенно упростили бы процесс поиска хозяина обязательная регистрация животных и чипирование, считает Дмитрий Авдеев. Подъезжает ответственное лицо, смотрит, в стае находится. А если там, в этой стае, находится животное без бирки, то есть оно не прошло программой ОСВВ, значит, это животное, либо оно не прошло программой ОСВВ, но оно безназорное, либо оно хозяйское. Оно отлавливается, потому что, в общем-то, они прекрасно идут в руки, домашние животные. Сканируется чип, находится хозяин, и он наказывается 2-3 наказания, и больше это животное не появится на улице. Регионы могут организовать пункты для размещения отловленных животных, где собаки и кошки будут находиться до тех пор, пока владелец не заберет их и не получит квитанцию об оплате штрафа. Контролировать содержание домашних питомцев в таких пунктах временного размещения будут общественные инспекторы Росприроднадзора, которыми имеют право стать любые граждане. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Стартовал прием заявок на конкурс на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей для молодых и социальных предпринимателей. В нем могут принять участие бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет включительно, а также социальные предприятия. Заявку на участие в грантовом конкурсе можно подать в электронном виде на единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области, либо лично обратившись в ЦПП. Грантовые средства, они могут потратить как на аренду, на оплату коммунальных услуг, на франшизу, лизинг, на сырье, на покупку оборудования, на подключение к коммуникациям, на IT. То есть выбор потраты грантовых средств большой. Одним из условий является софинансирование. То есть участники должны внести свои денежные средства. Это 25% под стоимость проекта. Также в июле стартовал прием заявок на участие в премии «Займись делом». Конкурс проводится для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим налога на профессиональный доход и ведущих деятельность на территории региона. Победитель получит сертификат на создание 15-секундного рекламного ролика и размещение его на трех радиостанциях. Всего 300 выходов. У обладателя второго места ролик выйдет в эфире двух радиостанций 200 раз. Заявку можно подать до 31 июля. Далее будет конкурсный отбор, голосование с 1 по 15 августа. Будут оцениваться такие критерии, как показатели, сколько денежных средств предприниматель потратил на развитие, не предприниматель, а самозанятый, потратил на развитие своего дела и какой налог был им уплачен. Предприниматели Сарова могут подать заявку на проект Marketplace. Его цель – популяризировать продукты саровских предпринимателей на электронных торговых площадках. Проект проходит в пять этапов. Первый – консультации по выходу на Marketplace. Затем – онлайн-обучение по работе с электронными торговыми площадками на онлайн-платформе ЦОП-52. Третий этап – мастер-класс по созданию фото и видеоконтента. В сентябре месяце к нам уже сюда в Саров приезжали специалисты и участникам проекта показывали, как даже не в профессиональных условиях создавать хорошие фотографии для размещения их на электронных площадках. И четвертый этап – это отборочный, где будут выбирать участников, кому оказывать данную услугу. И, соответственно, пятый этап – это создание интернет-магазина под ключ на электронной площадке. Дополнительную информацию по грантовым проектам можно получить по телефону 9-92-64. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. На прошлой неделе Нижегородец погряз в болоте. Место было знакомым, но мужчина не предусмотрел, что лес постоянно меняется. Территорию подтопило. По сути, мужчина не заблудился. Он понимал, где находится, но выбраться оттуда самостоятельно не мог. На помощь пришли спасатели. Это может быть природный пожар. Это может быть либо очень снежная зима, и, соответственно, потом очень много воды, которой уйти некуда. Либо сезон дождей, очень обильных, несвойственных этой местности. И места в лесу, если есть низкие, где были раньше, возможно, когда-то давно болота, маленькие речушки. Эти места оказываются вновь подтопленными. И уже на месте, где человек раньше спокойно проходил, думая, что здесь ничего нет, никаких болот, никакой сырости, оказываются подболоченность и сырость. На изменение леса может повлиять и человек. Прокладывание коммуникации или вырубка леса на том месте, который служил ориентиром, могут сбить путника с толку. Для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию, спасатели советуют перед походом изучать условия местности. Сделать это можно в любом мобильном приложении с картами. Там будут обязательно отражены вмешательства человека, типа ЛЭП и газопроводов, например. Это все появится на карте. А также, посмотрев хотя бы на карту местности относительно точки предполагаемой входа в лес, можно понять, какие могут быть ориентированы. Что человек может наткнуться с той или иной стороны леса. Там речушка где-то, где-то какая-то просека. Либо дорога, железная дорога, овраги, болота. Это все будет видно. И, соответственно, наткнувшись на такой объект в лесу, человек будет уже понять, в какую сторону ему двигаться. Если все-таки заблудился, лучше оставаться на одном месте. Если ловит мобильная связь, стоит позвонить спасателям и родственникам. Если связи нет, можно набрать диспетчера по номеру 112. Нужно максимально полную информацию дать диспетчеру. То есть, откуда вы приехали, где вы заходили в лес, что вы видели, что вы проходили. То есть, максимально все ориентиры. Соответственно, перед звонком нужно немножко себя взять в руки, успокоиться, потому что паника будет в любом случае. И вот эти все вещи обязательно нужно вспомнить. Потому что, если звонок 112 идет без связи, соответственно, обратно человеку перезвонить уже не могут. То есть, операторы и потом МЧС, полиция и поисковики, если подключат, будут работать с тем, что есть. Перед походом нужно собрать минимальный набор необходимого – еду, воду, лекарства в случае хронических заболеваний, предметы для разведения огня. Также полезно предупредить родственников и близких, куда вы планируете пойти и сколько времени проведете в лесу. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Для тихой охоты нужно выбирать сезон. Если вы хотите засолить грибы, то в лес лучше идти ближе к осени, когда пойдут грузди, рыжики и волнушки. Растут такие грибы обычно в сырых местах. Но и сейчас уже можно собрать белые грибы – подосиновики и подберезовики, которые хорошо пожарить или заморозить на зиму. Грибник со стажем Вячеслав Лопашов предупреждает, что часто можно натолкнуться на ложные грибы. Если вы идете в лес, то лучше возьмите с собой опытного человека. Ложные, во-первых, сразу окрашиваются. То есть, если вы возьмете ложные, там, подберезы, подосиновик, даже если боровичок ложный, то вы переворачиваете и нажимаете на это. Когда вы снимаете, сразу пальцы синие. То есть, и головка сразу начинает. Вот шляпка с обратной стороны. Там, где место среза, нос начинает сразу как-то темнеть, синеть. Обычные грибы можно найти в немного влажных лесах. Если вы увидели всего один гриб, то это хороший знак. В радиусе нескольких метров обязательно растут еще несколько. На тихую охоту Вячеслав Лопашов советует выезжать за город, где нет пыли и выхлопных газов. Но для долгих лесных прогулок необходимо подготовиться. Надевайте закрытую одежду, резиновые сапоги, голову защищайте кепкой, панамой или платком. Как только вы возвратитесь домой с корзиной грибов, то сразу их промойте и почистите. После дождя в лес за грибами можно идти примерно через два дня. А после затяжной дождливой погоды можно пойти в лес на следующий же день. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С самого утра сотрудники МЧС на большой скорости взбираются по лестницам на четвертый этаж. Но спасать, к счастью, никого не нужно. Свои навыки участники демонстрируют в рамках всероссийских соревнований МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященных памяти Валерия Кишкурно. 38 специальных управлений из разных уголков страны в июне проходили отбор в Озерске, Калуге и Железногорске. В финал прошли 15 сильнейших. Хотел бы от имени командования Главного управления МЧС России по Нижегородской области поприветствовать вас всех участников здесь и пожелать прекрасной, такой бескомпромиссной, честной борьбы, чтобы, как говорится, победил сильнейший. Очень приятно, что здесь сегодня собраны лучшие российские команды. И я думаю, что соревнования пройдут на очень высоком, достойном уровне. В 2021 году многие из участников работали на тушении пожаров в Мордовском заповеднике. Глава города поблагодарил пожарных за очередной визит и пожелал удачи в соревнованиях. Я очень рад, что сегодня я могу участвовать на Саровской земле в более спокойной, милой и торжественной обстановке вас. Соревнования – возможность не только проявить свое мастерство, профессионализм, но это очень серьезная работа по подготовке пожарных команд. Медали разыграют в пяти спортивных дисциплинах. Штурмовая лестница, четвертый этаж, учебная башня, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице, полоса препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Спортсмен международного класса Станислав Титаренко приехал в составе специального управления номер 50 Санкт-Петербурга. Мужчина отметил отличный уровень организации и высокую конкуренцию. Мы приехали за победой, мы готовились и хотим выиграть. Сейчас такая подготовка идет к Стамбулу. Чемпионат России – хороший старт, хорошая организация. Выступить хорошо хочется, без травм. И показать результат за сборную России уже в городе Стамбуле. Впереди еще три дня соревнований. 19 июля участники пробегут полосу препятствий. 20 июля – пожарную эстафету. 21 июля пройдет боевое развертывание, торжественное закрытие соревнований и награждение победителей. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. С апреля по сентябрь – жаркий сезон. Именно в этот период происходит большая часть возгораний. За каждым инспектором пожарного надзора закреплены несколько сотен объектов. Все они требуют постоянного внимания и контроля. Инспекторы регулярно посещают детские сады и школы, проводят уроки безопасности и тематические конкурсы. Летом работают в оздоровительных лагерях. В рамках профилактических мероприятий сотрудники отдела общаются с руководством организации по недопущению нарушения требований пожарной безопасности, проводят консультирование. Также консультации оказываются и в городе жителям. И с маленькими детьми проводятся тренировки, какие-то игры проводятся, веселые старты на противопожарную тематику. Специалисты также занимаются расследованием по факту пожаров. В чемоданчике дознавателя фотоаппарат, дальномер, пирометр, измеритель температуры, дозиметр, мерные цилиндры, пробирки для забора проб и многое другое. Всем этим арсеналом пользуется инспектор для определения причины возгорания. Дознаватель, который выезжает на место происшествия, определяет степень уничтоженного имущества, находит очаг пожара, устанавливает причину пожара. Если мы не справляемся, к нам в помощь приезжают сотрудники судебно-экспертной организации из города Москвы. У сотрудников немалая бумажная работа и заполнение актов проверок, предписаний, протоколов и отчетов. У пожарных есть своя примета – уходя с работы, не желать друг другу отсутствия происшествий. Во многом благодаря усилиям этих специалистов бед с огнем можно избежать. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с 96-летним образованием Государственного пожарного надзора. Особую благодарность хочется выделить ветеранам пожарной охраны, которые стояли у стока создания Государственного пожарного надзора. Желаю вам долгих лет жизни, взаимопонимания в вашей семье, счастья и всего самого хорошего. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Секреты долголетия и способы улучшения качества жизни. О такой теме поговорил врач-терапевт с саровчанами в рамках проекта «Серебряный возраст. Гордость России». Врач рассказал ветеранам о важности правильного питания, физической активности и психогигиены, о том, что такое гиперхолестериномия и о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это было пятое, заключительное мероприятие проекта. Участники также встречались с юристом, гинекологом, урологом и психологом. Первая встреча с юристом, который ответил на вопросы мошенничества, то, к сожалению, в чего попадают и чаще всего наши возрастные уже люди. Вторая встреча была проведена психологом, также сотрудником нашей организации, клиники. Интересное было общение в рамках круглого стола, было чаепитие, был диалог и, в общем-то, такая живая атмосфера. Проект «Серебряный возраст. Гордость России» с 2019 года реализует союз организаций атомной отрасли «Атомные города». Пожилых людей обучают основам юридической и финансовой грамотности, проводят мастер-классы, устраивают вечера отдыха и культурно-массовые мероприятия. Организаторы впервые ввели в проект тему здоровья и профилактики заболеваний. Более 200 саровчан смогли бесплатно сдать анализы и на их основе получить консультации профильных врачей. Зачастую, как наши специалисты подтверждают, некоторые заболевания не появляются, а, так скажем, усугубляются. Именно потому, что пациент просто не знает о том, что это не норма. Он привыкает к этому, живет, тем самым, как снежный ком, накапливается и в итоге уже получаем то, с чем не всегда легко справляться. Поэтому одна из целей таких мероприятий это информирование. Мы говорим, на самом деле, о банальном, но когда говорит это врач, мы слышим лучше, наверное. Все участники мероприятия получили специальные просветительские таблички, которые содержат информацию об основных показателях здоровья. Проект «Серебряный возраст. Гордость России» завершился до следующего года. Но лекции о здоровом образе жизни и долголетии специалисты планируют провести в Сарове еще не раз. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, организатор всех институтских мероприятий, победитель конкурса «Молодость Сарова», активистка. Все это про Александру Ситникову. Девушка закончила магистратуру с РФТИ по направлению конструкторское обеспечение машиностроительных производств. На торжественном вечере в честь вручения дипломов магистрам с РФТИ Александру Ситникову наградили медалью за особые успехи в общественной деятельности. Я вела очень активный образ жизни. Я была заместителем председателя Объединенного совета обучающихся все. Сколько? Четыре года получается. То есть общественная жизнь меня вообще с головой накрыла. Мне было очень весело. Мы организовывали мероприятие. Я благодарна институту за это время, что я отучилась здесь за эти шесть лет. Я провела здесь и с удовольствием. Здесь очень классный преподаватель, классный руководитель института. Также на сцене Дворца культуры лучшие магистры получили медали за успехи в научной деятельности, в учебе и спорте. Теплые слова выпускникам физико-технического института сказали преподаватели и руководители вуза. Ректор Неомифи Владимир Шевченко поздравил студентов по видеообращению. Для виновников торжества и гостей мероприятия коллектив Задоринки подготовил танцевальную концертную программу. Получая диплом ведущего высокотехнологического университета легендарного Нефи, вы попадаете и вписываете свои имена в большую распределенную семью нефистов, которых всегда отличали не только крепкие знания, но и крепкая гражданская позиция и умение работать в команде. На вас смотрит вся страна, от вас, от вашего труда, от вашей деятельности, от ваших успехов, от вашего энтузиазма зависит, на самом деле, зависит будущее нашей большой Родины. Я желаю вам успехов в труде, успехов во всех ваших начинаниях и несите вперед гордо звание выпускника Саровского истерка. С РФТИ НИАУМИФИ – базовый вуз ВНИЕФа. Уже 70 лет институт готовит для ядерного центра высококвалифицированных специалистов. В СРФТИ работают 10 базовых кафедр, созданных совместно с ВНИЕФ. Начиная с третьего курса выпускники проходили производственную практику на градообразующем предприятии, выполняли научно-исследовательские работы, дипломы бакалавров и магистрские диссертации по актуальным тематикам ядерного центра. Позади у магистров напряженная учеба, бессонные ночи, подготовка к экзаменам. Но многие студенты сохранили свои лучшие воспоминания о времени учебы в Саровском институте. Очень интересно проходят кулибинческие чтения, в которых тоже принимал участие. И разного уровня научные мероприятия, скажем так, лекции. Антон Сергеевич Ульянов лекции читал, тоже интересно было пойти посмотреть. В принципе, разнообразная достаточно жизнь у Саровского студента. Все магистранты Саровского физтеха прошли профессиональную переподготовку по программе информационные технологии ядерно-оружейного комплекса и дополнительно к основному диплому получили дипломы о профессиональной переподготовке. После торжественного мероприятия выпускников СРФТИ ждал праздничный форшет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Идея построить в Сарове приходской храм, посвященный последнему российскому императору Страстотерпцу Николаю II и его семье, возникла в 2002 году во время подготовки к празднованию столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. В 2003 году под строительство храма выделили участок в новом микрорайоне на оси улицы Арзамасской, где делает поворот улица Менделеева. В 2006 году святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, находясь в Сарове, благословил строить храм. В 2008 году на месте будущего строительства был установлен поклонный крест. Однако работы на этом месте начались еще не скоро. Здесь же пока как-то не удавалось, даже кроме креста, кроме молитвы, которая на этом кресте творилась достаточно регулярно, не удавалось начать постройку. К идее возведения храма вернулись гораздо позже. В 2013 году митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. Возводить храм начали в марте 2014-го. 6-го числа митрополит возглавил соборный молебен перед началом строительства. К нему приступило товарищество реставраторов мастерские Андрея Нисимова. Ко дню рождения императора Николая II под строящуюся церковь залили фундаментную плиту. В тот день глава Нижегородской митрополии совершил чин закладки храма. Здесь, в богопоставимграде Саров, день памяти состава праведного и у многострадального, и в день рождения последнего государя нашего Отечества, царственных страстотерпцев императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи страстотерпцев. В августе 2016 года, в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии осветили три креста в честь святых царственных страстотерпцев. Изначально храм планировали сделать деревянным. Жемчужина архитектуры – так позднее назовут царский храм. Выполнят его из белого камня в новгородско-псковском стиле. Монументальность, простота, отсутствие излишней декоративности и некоторая тяжеловесность форм. Храм царственных страстотерпцев прекрасно вписался в картину современного живого микрорайона. Этот храм, тоже разрабатывались разные материалы, разные архитектурные проекты. Этот архитектурный проект, конечно, был и трудоемкий, и дорогой, но он беспрецедентно красивый. Даже на фоне других памятников архитектуры храмостроительства нашей Родины. Подробнее о истории храма можно узнать в выпуске «Пешком по Сарову» номер 27 в социальных сетях канала 16. «Талантливый человек, талантлив во всем» – фраза прекрасно иллюстрирует творчество Владимира Маяковского. Поэт, оратор, чтец, прекрасный художник, драматург и актер. Все грани такой яркой и незаурядной личности раскрыли на квесте, обожая всяческую жизнь в библиотеке Маяковского военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Саровском соединении войск Национальной гвардии. Квест приурочили к юбилейной дате. 19 июля исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого поэта, а также 60 лет, как библиотека носит его имя. Мы постарались каждую площадку посвятить какому-то аспекту его замечательного творчества. На одной площадке у нас читают его стихи и рассуждают на заданную тему. Другая площадка посвящена киноискусству. Мы разговариваем о фильмах, в которых снялся Маяковский, и о других фильмах и мультфильмах, которые посвящены его творчеству. На площадке «Зажечь над миром» истинно участники, квеста создавали плакаты в стиле «Окон роста». В своих плакатах Маяковский использовал не только рисунки, но и стихотворные подписи. А потому перед участниками стояла непростая задача – совместить поэзию и изобразительное искусство. Увлекательная викторина ждала участников квеста на площадке, посвященной изобразительному творчеству. Для многих стало открытием, что известный поэт писал стихи и иллюстрации для фантиков конфет. Всего у нас 8 площадок, и, конечно, участники квеста могут понять, какой это был многогранный, разносторонний, очень талантливый человек, и как-то проникнуться всем его творчеством, вообще его фигурой, биографией. И мы будем очень рады, если участники квеста захотят и потом продолжить знакомство с этой фигурой, с этим поэтом, что-то почитают, еще о нем что-нибудь узнают и станут его поклонниками, его творчеством. В завершении квеста наградили команды, которые справились с испытаниями лучше остальных. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Почему Волгу называют матушкой, поилицей, кормилицей, какие рыбы в ней живут, какая длина Великой реки? Очередную встречу проекта «Библионии» в Пушкинке посвятили реке Волге. Гости библиотеки отправились в настоящее виртуальное путешествие, побывали в городах Поволжья и узнали, как реку воспевали в народном творчестве, познакомились с песнями, которые они слагали. Родники, маленькие ручейки вливаются в речку, и она становится огромной, а по пути в нее впадает множество рек, речек, речушек, и она становится большой, полноводной рекой Волгой, одной из самых больших рек России, длина которой составляет 3,5 тысячи километров. Представляете, очень большая река. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Ребята практически сразу перечислили основные виды рыбы, которые вводятся в реке. Особый интерес у юных гостей Пушкинке вызвали игры. Так на скорость нужно было закрутить леску, вытащив рыбу из воды. Мальчики и девочки с упорством состязались и в перетягивании каната. Также организаторы рассказали ребятам про народные игры нашего края. В одну из них сыграли всем залом. Я сегодня узнала о том, что река Волга протекает через 67 городов, что в ней водится очень много рыбы, щука и другие, и очень много кто занимается там рыболовством. Она наша матушка, потому что она наша поилица, кормилица. Она нам во многом помогает. Понравилось очень, что была очень прикольная игра, где надо было перетягивать канат и играть в удочку где-то. А еще я узнала, что река Волга состоит из 3067 километров. Напомним, еженедельные литературно-познавательные интерактивные программы для детей и взрослых проходят в Пушкинке по средам в 14.00. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова